Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И смотрим, как все это все оконует. И это что-то невероятное, это смертвостание. Пану Иисус дал очень много доводов на то, что он не является обычным человеком. Пану Иисус дал очень много. И тысячи людей накормленных. И пара рыб. И так далее. Тyle справ, tyle чудов, но самый главный чудо это смертвостание. Смертвостание. Всякие правды, даже наиболее недоступны для умысла людского, находятся свои узасаднения. И лишь Христус смертвостание. Те все правды о Пану Богу, то, что слышим, он смертвостание. Смертвостание. Это остаточный довод, та легитмация, легитмизация Его bosкости. Смартвостание Христуса – это выполнение обедниц Старого Тестанета и обедниц самого Пана Иисуса в часе Его жизни. Змартwychwstaцем, в связи с Писнем, всказывает, что Змартwychwстание Христуса выполнило все заповеди стародестamental. И то Змартwychwстание подтвердя правду о боскости Еzusа, который сказал, что когда вы высшите Сына Человечего, то вы высшите, укрыжите, поднесете его на крыш, тогда познете, что я jestem. Я jestem, который я называется, я вя. Иначе, только Бог говорит о себе, я здесь. И он говорит, что если вы высшите Сына Человечего, то вы высшите, что я здесь. Змартвившиеся у крыша этого укрывается, что он действительно является этим я здесь, Сынем Божим, самым Богом, Отец, Сын и Дух Свят, один в натуре, Бук. Сын Павел, Бук ошвядчить Жидом, огласим вам добрую новинку о обетнице данной Ojцам, что Бук speлнил ją wobec нас, скресивши Jezusа. Так тоже есть написано в Псалме II. Мурия Сын Павел, ты jesteшь моим сыном, я вам тебя десь зродил. Мурия то и мурия о том Писном Святе, Дея Апостольске. Змертвый встание Христуса есть исчезли связано с мистериумом вциленя Божего Сына. А ведь звездование на родзение есть его выполненем вегу вечного замысла Ольца. То мистериум пасхалное, пройщие, ма два аспекты. През свою смерть Христус вызвала нас от греху, а через смартфых встание отбира нам доступ до нового жизни, до неба. До нового жизни так, что нам, которые wszyscy поумирали, будет разделено это душа и тело. То есть смерть, а потом будет смартфых встание. Наступи такой день. Пан Езус тоже нам о том говорит. То есть, может, просто себе, аж не выображаем, а если Бук говорит. Мистериум пасхалное, еще раз говорю, ма два аспекты. През свою смерть Христус вызвала нас от греху, а через свое смартфых встание отбира нам доступ до нового жизни. Это оно, прежде всего, усправедливение, которое привлечет нам ласку Божую. С повротом, который нас справедливыми, чистыми, волными от греха. Волными от этих всех выборов наших злых. Прежде всего, от этого греха первородного, который, на скуте которого, потом, есть следующие грехи. Так, что чини Христус, отбира нам доступ до нового жизни, чтобы мы и мы вкроцили в то новое жизни, как Христус повстал с мартфых, говорит Святый Павел. Полега оно на преимущество над смертью греху и на новом учестничестве в ласце, в его милости. Доконует оно прибраня за сынов, потому что люди стают себя братьми Христуса. Как сам Пан Езус называл учениев по своему смартфых встанию. Узнаймите моим учениам. Ознаймите, что вы видели. Ознаймите моим братьям. А мыслям о этих учениах. Стают себя они, учениевые, братьми не через натуре, но через дар ласки. Не через натуре, потому что Христус имеет натуре боское, а мы имеем натуре людское. Не через натуре, а через дар ласки. През его милость. Он нас чини своими братьми. Потому что это прибране сыновство уделяя реактивного учестничества в жизни единого сына, который в жизни объявило в его смартфых встании. И в решении смартфых встание Христуса и сам Христус смартфых встаниях. Христус смартфых встанец. Христус смартфых встанец. Христус смартфых встанец. И в ожидании на это выполнение Христус смартфых встанец живет в сердцах встанец. В нем христиане костуют мощи прошлого веку. Иисус смартфых встанец живет. Это просто встанец внутренние жилия Божьего. През эту ласку. Наше мнение потребует только усилия. Ответ так на Божье пукание до наших сердцев, чтобы мы среагировали из греха. Он дает нам возможность, środки для того, чтобы выезжать из этого зла, из этого греха, чтобы выезжать в его жизнь, в жизнь в единстве с ним, до внутреннего жизни Божьего. Чтобы мы уже не жили для себя, лишь для того, который за нас умерл и из мертвых встал. През него, для него, в нем. То есть так, как то, что каплан спиева, офируем тогда тоже себя. Каплан спиева, что мы с нашим, через Христуса, с Христусом и в Христусе. И тогда еще больше оцениваем на его мощность, чтобы мы сами стали себя мокарами, благодаря его ласке. И так они были, раз по раз, священцы. Такий был Ян Павел Други. Мокарь, мокарь Духа. В чем-то мокаре, вчера оголошенных, седьмеро святых. В том, хлопец, 14-летний. 14-летний хлопец. Мам ту книжку о нем. Хлопец, святки Христуса Крола, Хозе Санчеза Дель Рио, мэнченник Кристо, который завоуал. През розстреланием, през забитием его. Не жиже Христус Крол. И на священце Мария Панна с Гладелупой. Те мауи Мексыканчик, ты мы тоже можем быть сильны. Треба, дети, быть зјдноченным с Христусом. Он нам всјстко всјжиј. Он чини нас браћми и сиострами своими. През свою љаскэ. През то здјнчие з нас греху, греху первородного. И всјстких грехов попећнених по тему греху первородному. А чтобы мы вкроцили в новое жище. И чтобы мы когда-то жили вечно. Чтобы мы жили вечно. И чтобы мы когда-то жили вечно. И чтобы мы когда-то жили з мартвых встали. По тему раздзелену души и цела. То ли по смерти. Дякую за внимание. Дякую за внимание. Ну и запрошам до премышленя. Тего всјсткого нашей виары. Верзен в жище вечно. В цела з мартвых встань и живот вечно. Выслушали пањство повторения вчерајсей катехезы. Когда нам подсвонишь таймнице своего милосердия, вечности будет за мало. Абы ци за то нализыче подзековать. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И так, что каждый из нас может при помощи Матки Божьей и тоже за ее примером шукать в каждом выдашении собственного жизни такой роли. В Року Милосердия не можем не вспомнить о книжке «Пайемница Милосердия Божего». Почему Отец Жак, как один из первых, еще перед узнанием обявлений сиостры Фаустины, заялся этим тематом? Отец Жак słyszał о сиостре Фаустыне еще в часе ее жизни. Знал ойца Андраса, быть может это была дорога, которую он узнал о объявлениях, какие была сиостра Фаустина. Ходил даже модлить себя на ее гроб и выпрашивал ласки, о чем notуют кроники систр в Кракове Лагиwnиках. Отец Жак jednak постановил не займовать себя пресланием сиостры Фаустины, потому что это принадлежит, что это принадлежит до Кощества. Но он хотел забрать все, что мы знаем в «Науце христианской» о Божеме Милосердии, что знали из Писма Святого Старого и Нового Дестанута, что голосили о Милосердии Божем о церкви Кощества в «Писмах старо-христианских», о чем научали теологовы через целый окрас развития Кощества. Не можем więc говорить, что Отец Жак как его первый снялся тематом Божего Милосердия, он уже корыста с целью других, wcześniejших теологов. Но в этой ксюжецке додал еще такую «Науку» о поставе, какую повинен христианин заять обе Божего Милосердия, то есть уча нас, как приймывать Божье Милосердие, как я нечего о церкви с неба на землю. И там науча о трех таких постах. Первая – это надежа. Те можно прийти Божего Милосердия, на или уфим, что я отримам. Другая – это боязнь Божа. Человек, который doświadczyл добрости Божьей понад свою угодность, понад то, на или заслуżyл, бои себя, чтобы этого Бога не образить, чтобы ему не оказывать невдяежности. И в решении третья постава – это милосердие во время ближних. Если кто-то doświadczyл во время себя добрости, пребачения, милосердия по надмиаре, то должен отдавать ją далее. Другая – это милосердия по надежным бракам – это милосердия по надежным. Та книжка в этом году стала на ново выдана, есть доступна. Есть также поновне доступна книжка «Умейтность рождения и розказывания». Кому могли бы мы полетить ее лекцию? Чисто ли только о политиков, о справочных власть? Ксюшка «Умейтность рождения и розказывания» «Дочекала себя много, много выданий. Сейчас есть kolejные. Все они попреждены, о чем это свидетельствуют?» «Может каждый из нас хочет рождать, розказывать?» Однако та книжка трактует о том, в какой способ рождить, в какой способ розказывать, чтобы было это в службе споучной, чтобы было скучно, чтобы мы вместе творили такое милосердие мудрое, которое развивается, которое добыло постеп, добыло свою досконалость. Та книжка есть призначена может не только для политиков и справочных власть, но и для kierующих какой-то группой людской. То есть книжка для лидеров, для опекающихся какими-то группами, какими-то społeczностями. Также powiedziałabym, что это книжка для ойцов родины и для пани домов. Потому что родина это одна споученность, которую нужно хорошо керовать. Стоит такие засады, очень хорошо показаны, в какой способ относить себя до близких, которые должны выполнить какие-то наши полеценя, или которые должны оказывать свою творчость. Оцекуем этого от них. В какой способ мы должны это объяснить, как наградать, как вымагать. Очень полезная книжка для себя, чтобы найти себя по одной и другой стороне, также для этого слушающего или подповидающего кому-то, кто есть на становиску. Найвыбитнейшим дилем ойца воронецкого, не znajdujące в себе ровных в целой педагогике христианской, есть католика этика выховавча. Что sprawит, что этот ясный, klarовный выклад важнейших в частности этичных и педагогичных остается по дейсм динь лучшим приводником для каждого родца и выховавца? Травдно это было поведено, что это приводник для каждого родца и выховавца. Отец Ясек сам еще додал, что это приводник для каждого человека. Отец Ясек много раз подсказывал, что выхование нужно пройти в само выхование. Так правда та книжка католика этика выховавча помага нам зразуметь себе. Рожные процессы психичные, психологичные, духовые, а также телесные, которые в нас się доконуют и впливают на наше решение, на наше познание света, на наши чувства, что мы их понимаем. Мы эти процессы потратимы упорядковать, познать najpierw и потом довиадимы себя, в какой способ их выховывать, то есть кштовать сгоднее с нашим основным выбором, с нашим целью. В какой способ лечить, повторять pewные czyнности, чтобы набрать справности поступить, так, как бы мы хотели. Та книжка показывает как это у себя и как показывать, всказывать другиму человеку, за которого на себя какую-то ответственность, в какой способ он может дошить до лепшего стопня своей дошленности, до реализации, выполнения собственного человечества, собственного поволания. Та книжка дели себя на две части. Первый оповида оголнее о человеку, о влацах, czyli умеетностиах właściwyх человеку, высших так званых, czyli умысловых, о rozumе, воле, о их задании в нашем życiu и о в целиществе поучоне с нашим телесностью, о чувствах и смыслах, а также науча о памяти, выобразии, о целе, о проблеме права морального, натурального, Божего, становиеного, ну и в решете о таких основных zasadах выхования. Natomiast друга часть пощенцована есть szczególным спрачности. Еще в ойцца Jackа в часах хэнтне użyвано слова цноты. Дише это слово было высьмяне, но Отец Яцек сам ее definи как спрачности, спрачности постепования. Здорово мы много курсы, языки, досшкалания, такие и оваке. Мало кто из нас мысли о том, что нужно досшкалать и сдобывать спрачности собственного декабря, познавания речевизности, прежистого и clarовного мышления, а познавания этих спрачности и чвичения их в окрещённых декабрях. Например, в какой способ powinni мы радить в трудных, в терпении. Как лечить ментство, терпливость? Как лечить покору, в противную постову в безближних, когда нас неправедливее и неправедливее трактуют? Как должна быть kolejность оказывания милости и троски о людей нас отражающих? Что powinni мы пощадить для других коштом себе, а чего не? Ксюшка та jest naprawdę подрэczникем. Не да się ей так прочитать от доски до доски. Читая себя так как подрэczник, то прорабим одно загаднение, размыслям над ним, присваям себе, повторям, творим какие-то punkты, которые помогут запамятать, зразуметь, przeanalизовать постепование własное в этой dziedzинке, либо мою прачу, каждый скорzysta с этой книжки и постановил себе, даў себе много времени, несколько лет может, на ее преробение, потому что несет в себе, несет в собу очень большой по-житек и корыть для каждого человека. Просим еще пару слов на закончение. Хочала бы еще додать, что Отец Jaceк Боронецкий не только поуча нас письмами, трещами, но и кандидатом на ултаре. Его процесс канализационный трва уже от 2004 года. Может себя вставить за нами. Захинцам, чтобы его спустизны письменничей взывать его, чтобы помог понять, чтобы вставить в те дела, которые нас гниотят, которые взывают о помощь в нас, потому что он сам много терпел в жизни, много прескод ему поконать, поэтому он понимает жизнь каждого человека, он был пастором, помогал другим, понимает нас, взываймем его, чтобы помогать нам, стремить ласки, которые нам нужны, чтобы помогать нам мудры пройти нашу дорогу и осуществить цель, который мы хотим сдавать. Жегнаем нашего сегодняшнего гостя, вспоминамы, организования się в быт захэцамы наших слушателей до запознания с tą выбитной постацией полскего костиоа. Его историю жизни приближа сиостра Imelda Блешињска в позиции о. С. 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 Жищеорстен завира wiele ciekawych, не знanych szczegółов з его жица, а liczne zdjęтия позволяю zobaczyть, jaki был ощец Jacek Воронецкий, доминиканин, выховавца, patriота. Друзі слухача, ponieważ проживали пајдзерник, месяц рожањцовый, прагними zwrócić Państва увагу на две позиции. Цуда рожањца святого Ангело Фигурелли ораз «Всыстко о рожањцу, который море «Всыстко»» Линцентего Лашевскего. Первая з них оповиада о незвыкых проживчах духовых, објвениах и чудах, которых попрез беки проживчали великих святи, а также артисти чи науковцы. В другой позиции обнайдземи историю рожањца, легенды, објтнице и отпусты рожањцове ораз всказовки «Як одмавиач рожањц?» Обидвие книжки «Цуда рожањца святого» ораз «Всыстко» о рожањцу, который море «Всыстко» могут быть пајкным и важтостовым презентем, szczególне для чццителей модлитв рожањцове. Пјкне святество, яке даю нам святи о obecности Матки Божьей в их жицу, каже привоћањ в пастај бухатера вчорайшего дня, Хосе Санчеза Бририо, который ест едным з наймђдших святых. Умірањ за виаре в веку 14 лет з именами Езуса и Марији на устах. Его пријмјјцом историј однадземе в книжце «Хлопец святки Христуса Кріла» авторства Луиса Сервантеса. Ксюшка указје драмат католикјего Мексику, в ктјым за вјрнојсть Христусу и Кощејуји плацијо сио цене жица. Лосы мексыкањских оброњцов виары в прекрасный способ отдаје в чум Крістиада, вјд 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 представјјо также мэкцејство Хосе Санчеза дель Рио. Зарјуно ксюшка «Хлопец святки Христуса Кріла», как и фильм Крістиада, сју порушјјцем свядецтвем вјрнојсти Богу в часах пресјадовањ. «Длакцего вјрзоци в Христуса дознај так віле ненависти» указуј Витторио Мессори в ксюшце «Којциј католицкий и его врогови». Автор открыва мало знане или целово премилчане карты истории. Обала миты и неправдиве стереотипы, демаскује манипулации и прекламания. Не бојся ставить трудных пытај, аби остаточне дојсть до правды historyчной, волной от фајссу и политичной попрачности. В ксюшце «Којциј католицкий и его врогови» znajдемо много интригувјо фактів, як на псс. ујдсиј святков Йеховы в антышчјјске политике назистов. Дрози слухачце, на конец еще несколько позиций пощјцоных здоровьу. Пијсса з них то «Барзо цекава ксюшка «Ко ми долега?» «Порадник скутечного лечения диетом» авторства Божене Кропки. Авторка своју «Пригодом за здоровым живијем» розпочыла от диагнозы хоробы цјрки и безрадности медицины конвенцоналной. В ситуации, гд лекарзи безрадни разложили рэнце, зестерована мама постановила сама помочь цјрце. А теперь до јхе габинету приезжают сотки хорых з цели ползки. Авторка выјсня, что огромна więksстость хороб вника з злой диеты. Всказуј, длакцего прака јлит ма так дужи вплијв на здоровье. Какие са найчэстсше źрудло алергии и нетолеранциј покармовых и дај скутэчне рады для доброго дјлания укладу подпорнојцијого. Ко ми долега порадник скутэчного лечения диетом, то лектура обовјстква для каждого, кто прагне цесечься здоровьем своим и целой родзины. Если chodzi о будувание здоровья, не ма на этой дродзе лепшего пребодника ниж святаж льдегарда з бинген. Была едным з найвіјксих генюши медицины, особо абсолютно выјтково, не только на тле своих часов. Досконајым впровадением до јјј наўк јјјксијка «Природо лечнијтво». Святаж Хилдегарда стосовала просте леки речлини и то на огу зију просполитых, роснущих всјдзе. Лечения и уздравяние человека розумела в контексте целой природы.